Эти оптические иллюзии расскажут все о твоей личности. Психологи давно научились определять скрытые свойства личности через визуальные образы, которые видит человек. В этом видео вы сможете узнать о себе то, чего раньше не знали. Для этого нужно будет всего лишь честно отвечать на вопросы о том, что вы увидели первым. Это поможет раскрыть те черты вашего характера, о которых, возможно, вы и сами раньше не подозревали. Если готовы, то тогда приступим. Номер один. Что вы видите? На этой картинке было два возможных варианта. Если первым вы увидели морду собаки, то вы в большинстве. Такие люди чаще всего являются экстравертами, предпочитают общаться с другими людьми, нежели проводить время наедине с собой. Также те, кто видит собаку, более дисциплинированы и предпочитают ответственно подходить к решению вопросов. Если же сначала вы увидели пару кошек, то вы наоборот скорее интроверт и не боитесь одиночества. В отличие от тех, кто увидел собаку, вы менее дисциплинированы и склонны чаще нарушать правила. Также вы более ранимый человек, вас намного проще расстроить. А кто вам больше нравится, кошки или собаки? Напишите свое мнение в комментариях. Посмотрим, кого больше. Номер два. Что вы видите на этой картинке? Если вы сначала обратили внимание на дерево, то вы более эмоциональны и с неохотой идете на компромиссы. Для вас очень важно быть правым. Если сначала вы увидели лица людей, то вы напротив человек, который готов прислушиваться к чужой точке зрения. Вы очень чувствительны по отношению к другим людям и не хотите ранить их чувства. Также среди людей, которые видят лица, чаще встречаются настоящие романтики. Номер три. Что вы видите? Если вы сначала увидели молодую принцессу справа, то вы оптимистичный и радостный человек. Порой вы можете быть немного импульсивны. Если в первую очередь вы заметили лицо пожилой женщины слева, то вы склонны критически оценивать происходящее вокруг. Благодаря этому вы можете замечать вещи и явления, которые недоступны глазу большинства людей. Таким образом, велик шанс совершить неожиданное открытие в области, которой вы занимаетесь. Номер четыре. Если сначала вы заметили двух сидящих на полу девушек с картами, то вы импульсивный человек. Также вы немного наивны, поэтому часто не в силах разглядеть потенциальную опасность и бываете не готовы к неприятным последствиям. Вы чаще склонны к переживаниям. Если первым увиденным изображением был череп, то вы человек с реалистичным взглядом на мир. Обратная сторона этого, что вы порой можете быть циничны. Также вы скорее склонны обращать внимание на общую картину, нежели замечать неожиданные детали. Номер пять. Если первым образом, который вы заметили, было лицо девушки, то вы позитивный человек, который склонен с пессимизмом смотреть на вещи. Конечно, вы можете расстраиваться, но полагаете, что в конце концов все будет хорошо. Если же первое, на что вы обратили внимание, была фигура мистического человека с трубкой, то вы часто нервничаете. Вы переживаете из-за безобидных вещей или событий. Среди вас много тех, кто настроен пессимистично и считает, что в конце концов все будет только хуже. Если самое первое, что бросилось вам в глаза, это лицо человека, то вы экстраверт и привыкли проводить время в компании с другими людьми. Наедине с собой вам быстро становится скучно. Общение и разговоры заряжают вас энергией и хорошим настроением. Если вы столкнулись с неожиданной проблемой, вы предпочитаете спросить совета или обсудить ее с кем-то из своих знакомых. Если же первой картинкой, которую вы заметили, была крыса, то вы хороши в том, чтобы подмечать незаметные, но важные детали. Что касается вашей личности, то вы скорее интроверт. Вы предпочитаете провести время дома наедине с книгой или фильмом, нежели быть в большой компании. Разговоры с большим количеством людей быстро вас утомляют. Также вам с трудом даются новые знакомства. А другим людям сложно быстро понять, что вы за человек. Номер 7. Сколько дощечек вы видите? Кто-то из вас ответил 3, а кто-то 4. Но это ничего не говорит о вашей личности, и те и другие были правы. Это был не психологический тест, а пример простой оптической иллюзии, чтобы вы немного передохнули. Теперь мы продолжаем. Номер 8. Что вы видите здесь? Те, кто заметил бабочку, это творческие люди. У вас больше развито то полушарие мозга, которое отвечает за творческий процесс. Вам намного проще даются задачи, где нужно проявить именно творчество. Однако занятия, требующие более рационального и аналитического подхода, часто ставят вас в тупик или даются с большим трудом. Те, кто в первую очередь заметил два лица, наоборот, обладают математическим складом ума. Для вас не составляют труда задачи, где нужно применить аналитический подход. Кроме того, вам, скорее всего, просто дается изучение иностранных языков. Во многом потому, что люди, заметившие лица, более дисциплинированы и ответственны. Также ответственно вы относитесь к своей работе и, как правило, успеваете закончить дела в срок. Номер 9. Что вы заметили здесь? Если в первую очередь вы заметили лица двух человек, то это значит, что вы всегда стараетесь держать все под контролем. Вы любите скорее руководить людьми, нежели быть нанятым сотрудником. Обратная сторона этой черты заключается в том, что вы чувствуете себя неуверенно или начинаете нервничать, когда понимаете, что никак не можете повлиять на ситуацию или от вас ничего не зависит. Если первым, что вы заметили, был огрызок яблока, то вам скорее комфортно получать указания, нежели отдавать их самому. Это не значит, что вы не уверены в себе. Просто вам комфортнее быть исполнителем задач, а не их инициатором. Среди вас часто встречаются общительные, открытые и дружелюбные люди. В ситуациях, когда вы не можете ничего контролировать, вы не нервничаете, а просто готовы подождать. Номер 10. Несмотря на то, что вы видите перед собой статичное изображение, наверняка у большинства из вас шар двигается. Ставьте лайк, если это так. Это еще одна забавная оптическая иллюзия, которая не имеет отношения к вашим чертам характера. Не забудьте написать в комментариях, какие из результатов теста совпали с вашими чертами характера. Также заходите в группу Моголь ТВ ВКонтакте, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе новых видео и, конечно же, оставляйте комментарии под этим роликом.